Всем привет! С вами снова я, Лиза, и сегодня снимаю очень крутое видео для вас. Недавно на просторах YouTube и TikTok я нашла много людей, которые снимают видео-челленджи И я тоже решила присоединиться к этому тренду и снять свою версию этого челленджа. Поэтому приятного просмотра. Вообще, начнем с того, кто такие Dead Girl. Это девочки из Пинтереста, которые живут якобы такой, знаете, правильной, идеализированной жизнью любого человека-подростка, не знаю, кого угодно. Их можно найти в Пинтересте, собственно, они оттуда и вылезли, и оттуда пошли все идеи. Их идеальный день выглядит типа так. Первое, ты рано просыпаешься, потом ты, конечно, заправляешь красиво, супер-классная кровать. Потом ты пьешь воду с лимоном, это вообще очень обязательный пункт. Далее у нас идет четвертое, это self-care, это уход за собой, утренняя тренировка, и в конце уже супер-эстетичный, супер-попинтеровский завтрак. В общем-то, давайте все по порядку. Итак, первый пункт в нашем списке это ранние подъемы. Вообще, все that girl встают в 6-5 утра, но я не самоубийца, я во столько не встану, просто чисто физически. Либо я встану, но я буду чувствовать себя как овощ, поэтому я встала в 8 утра. Мне сегодня никуда не надо было, и даже в учебные дни я не встаю ни в 5, ни в 6, это просто для меня ужасно. Сегодня ради этого видео я встала в 8 утра, вот, обычно выходные, и я так никогда не встаю. Следующий пункт это заправить постель. Конечно же, все that girl у них постоянно чистейшая комната, заправлена в постель, супер-красиво все расставлено, все по пинтересту, все минималистично, возможно и нет. Где-то неоновые подсветки и все такое. Третий пункт это вода с лимоном. Я пробовала такое не впервые, вообще типа утром впервые я такое пробовала. Но обычно я практикую это типа в течение дня и все такое, но утром это, конечно же, лучше. Во-первых, это помогает вам проснуться сразу после того, как вы проснулись, там заправили постель, делали свои делишки. Вы идете и пьете воду с лимоном, и это помогает взбодриться и, в принципе, проснуться вашему организму. Плюс лимон, он дает такой витамин С, все дела, там, для вашего иммунитета. Следующий пункт у нас self-care, то есть уход за собой, за своей кожей лица и так далее. Обычно у меня начинается, конечно же, как и у всех, наверное, щитки зубов, умывание своего лица. Но так как у меня сейчас проблема с акне, у меня особенный какой-то уход за лицо. Я хожу к дерматологу и делаю, собственно, все, что он мне рекомендует. И мой уход начинается с пенки для лица, потом я делаю какую-то масочку, любую, это может быть все, что угодно. Сегодня я вот выбрала маску от Organic Kitchen, она увлажняет круто и освежает вашу кожу. После этого у меня, конечно же, начинается рутина уже после ванны, это всякие крема и прочее, прочее. Потому что это пипец, как важно для моей кожи, для существования ее. У меня всегда сушится кожа очень сильно после любой воды, после любого умывания, после любой маски, после всего просто. Поэтому я прохожусь увлажняющим дневным кремом обычным. Далее у меня идет крем, уже который прописал мне дерматолог, против акне, а точнее против пост-акне. Скажу, что он отлично справляется, мне помогает лично, но не советую вам его брать, потому что мне его подбирали лично, мой врач, смотря на мои анализы там и прочее. Следующий пункт в нашем списке Dead Girl это утренняя тренировка. В общем, спорт это очень сильно важно и он непосредственно влияет на весь ваш день, на ваш заряд, на вашу энергию и прочее. Если вы не включили спорт в ваш день, обязательно сделайте это, потому что возможно первые дни вам покажется, что он наоборот забирает энергию, нежели придает ее. Но вам просто нужно немного привыкнуть, вам просто нужно делать все в силу своих возможностей, а не больше, чем вы можете. Я лично занимаюсь по тренировкам Хлои Тинг, мне в принципе все нравится, но я думаю скоро сменить ее на что-то другое более сложно, потому что у меня тело привыкло к ее тренировкам и они мне больше не кажутся сложными. Именно для этого видео я выбрала тренировки Хлои Тинг, вообще у нее есть отдельная программа на ее сайте, где расписаны прям программы тренировок, чтобы у вас был результат, поэтому советую вам так и сделать, а не просто рандомное видео включать на канале. Эстетичный завтрак и кофе, потому что все that girl делают либо кофе, либо мачо, но я мачо терпеть не могу, мне не нравится, я пробовала в разных местах и ни в одном мне не понравилось, все мне кажется отвратительным. Вот, поэтому я делала себе кофе. На этот завтрак я просто сделала себе яйцо с хлебом, я не знаю как это назвать, потому что я просто придумала что-то из головы и собственно сделала себе кофе. Вообще все that girl делают то панкейки какие-нибудь, то авокадо тосты, это вообще любимое, это делают все, но я авокадо тоже терпеть не могу. Вы также можете собственно придумать и свои варианты завтраков. На самом деле я сказала, что этот пункт последний, но нет, я вспомнила еще один, который уже точно последний, это саморазвитие. Это безумно важно для любого человека и на самом деле вот эта вот идеализация that girl, которую все сделали, она просто напоминает как бы немножко другим людям о том, что нужно делать. Не то, что нужно, а что лучше делать в своей жизни, чтобы как-то расти и развиваться. Я сейчас активно занимаюсь тем, что разбираюсь в состояниях человека, почему тебе плохо, почему тебе хорошо, как в эти состояния плохо, в состоянии хорошо и так далее. И в принципе в всех этих ментальных штучках также разбираюсь в планировании и в принципе в тайм-менеджменте. И еще я занимаюсь изучением испанского, потому что у нас в универе это основная дисциплина, так же как и английский. Если кто не знает, я учусь на лингвистике, на переводчика. Поэтому я сейчас активно его учу, занимаюсь своей лексикой и делаю все, чтобы повысить свой уровень языка. Кто знает, может быть мне он понадобится на практике, я смогу поехать в Испанию и так далее. Вот собственно это было и все, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео. Если это так, то поставь мне палец вверх, так же не забудь подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Спасибо огромное тебе за просмотр, я люблю вас без меры и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok